От Межрегионального профсоюза Рабочая Ассоциация слово предоставляется Алексею Этманову. Здравствуйте, товарищи! Я являюсь представителем Конфедерации Труда России. Хочу вам заявить о том, что Конфедерация Труда России это единственное профсоюзное объединение, которое последовательно выступает против данной реформы. Сегодня профсоюзы соцпрофа вместе со своим лидером Мастерицовым уже поддержали повышение пенсионного возраста. Сегодня шмаковцы уже выступают за то, чтобы вести дискуссию и вести торги по поводу повышения пенсионного возраста. И только Конфедерация Труда России, куда входит профсоюз Учитель, куда входит профсоюз МПРА, куда входит профсоюз Моряков, выступает категорически против. Сегодня мы пожинаем плоды о политичности последних 25 лет. Сегодняшняя реформа это результат того, что последние 25 лет наши братья, отцы, дядьки слушали вот этих вот мужиков в галстуках, которые говорили, мы сделаем политику за вас. Не ходите в политику, это дело не ваше. Вы стоите себе на заводе, вы варите машины, а мы для вас все решим. Вот они решили. Вашу пенсию унес депутат Единоросс. Понимаете? Дело в том, что сегодня из 350 там единороссов депутатов 300 добрых миллионеров и миллиардеров. Вы их выбирали? Вы их выбирали, ваши соседи? Вы! Я вам скажу провокационную вещь. Они проведут эту реформу. Они проведут эту реформу по той причине, что сегодня на этой площади 3000 человек, а не 300 тысяч. Они проведут эту реформу, потому что сегодня уехали копать картошку и собирать грибы. Они заполонили вот эту площадь и не остановили движение на ней. Сегодня вы показываете маргинализацию и малочисленность ваших митингов. Наших митингов. Я 200 с вами здесь. Пока мы не приведем своих соседей, своих родных и близких, пока миллион граждан 6-ти миллионного города не выйдет на эту площадь, мы проиграем. Бразильские товарищи говорят следующее. Если ты не делаешь политику, политика сделает тебя. Вот сегодня политика, которую лоббируют олигархи и прочая сволочь из Единой России, приводит к тому, что мы не доживем до своей заслуженной пенсии. Я был в Египте. Вы знаете, кто 90% населения египетских отелей? Это пенсионеры Германии, которые на свою пенсию имеют возможность купить билет и жить 3 месяца в отеле, все включено. Это все на пенсию. Может позволить себе российский пенсионер такое? Нет! Значит, все российские пенсионеры должны стоять рядом с нами, несмотря на подачку в 1000 рублей. Сегодня многие из нас ждали выступления гаранта. Гарант выступил. И что он сказал? Мое слово царское. Хочу дал, хочу взял. Вчера я вам сказал, не будет повышения пенсионного возраста. А сегодня уже, эх, другая обстановка. Сегодня я новый царь. Поэтому новое царское слово. Будете умирать в Макинтоше. Мы все сегодня должны осознать, что используя инструменты политических сил, которые близки к нам по духу, используя инструменты профсоюзной работы на предприятии, используя солидарность, да, солидарность в том числе и с нынешних пенсионерами, нынешних пенсионеров с нами, мы должны вывести на эту площадь миллион человек на следующий митинг. 16 или там 19 числа. Мы должны выходить не только на митинги, потому что митинги для них не страшны. Мы должны остановить сотню предприятий в Санкт-Петербурге в политической забастовке с единственным требуемым отменить пенсионную реформу. Почему они продвигают пенсионную реформу? Почему они последовательно все единороссы, которые сидят в Госдуме, они голосуют за. Знаете почему? Потому что ни один из них не будет сидеть на пенсию. Они уже разворовали бюджеты всех мастей. Они разворовывают все. Чиновник пенсионного фонда имеет миллиард недвижимости. Слуга народа. И каждый второй из них, украв из ваших налогов, из ваших пенсионных отчислений, они просто разворовываются. Вы не думайте, что не хватает, потому что туда-сюда, там, просто вор на воре ворон погоняет. И наша задача, наша задача, как говорил Жеглов, жулик должен сидеть в тюрьме. Любой чиновник, укравший из налогов, должен сидеть в тюрьме с конфискацией имущества. Я призываю вас всех. Берите своих детей, берите своих родных, берите своих знакомых и приходите на следующий митинг. Три тысячи человек в шестимиллионного Петербурга не отменят пенсионную реформу. Триста тысяч, три миллиона в Петербурге отменят ее за один день. И я хочу сказать последнее. Мы, наш лозунг профсоюза не надо плакать, организуйтесь, не надо стонать, что вот от него. Наш народ мне вообще напоминает, знаете, вот, кто был в горах, видели подвесные мосты? Вот он такой, там, канаты, эти, жердочки. И вот наш народ, это человек на подвесном мосту, вот такой, раскоряченный, на жердочке стоит, а правительство, это такой злой рок, выдергивает из-под него каждую дощечку. И мы как та корова в особенностях национальных рыбалки раскорячиваемся, раскорячиваемся дальше, дальше, хочешь жить, не так раскорячишься, да? Но вопрос-то в другом, они выдернут последнее, и мы упадем, то есть мы, вот этот человечек, он упадет мордой в говно. Но послушайте, для меня и для моих товарищей ничего не изменится. Мы боролись с этой грязью, с этим дерьмом, и продолжаем. И каждый должен вставать в наши ряды и бороться против этого. Сегодня хотел сказать последнее. Дело в том, что у нас в наследство от Советского Союза достался лучший свод законов о труде, который был ГЗОТ. Они отняли у нас все статьи, регламентирующие работу на предприятиях, которые можно было интерпретировать в пользу работников. Они отняли у нас здравоохранение, они отняли у нас образование, сегодня отнимут у нас пенсии. Отнимут, поверьте мне, отнимут. Три тысячи петербуржцев не решат эту проблему. Поэтому призываю всех вывести 300, вывести 3 миллиона и сказать, абсолютно нет пенсионной реформы. Спасибо.